Добрый день! Меня зовут Антон, проект Film Momentum. Мы анализируем макроэкономику с точки зрения математики и, соответственно, принимаем инвестиционные решения. Сегодня 6 мая, и я хотел бы поговорить о Европе. Прежде чем мы будем о ней говорить, я хочу напомнить, что случилось в 2012 году. В этом году Германия заплатила по долгам своих южных соседей, которые не могли расплатиться. Это нашло отражение в отношении немцев к своим соседям. И продолжение этой истории мы видим на этой неделе. Вчера Конституционный суд Германии сказал, что центральный банк, Бундесбанк Германии, не имеет права печатать деньги, чтобы спасти Евросоюз. Они пришли к такому мнению, что должна быть пропорциональная нужда для того, чтобы это делать. Что это значит? Это значит, что немцы не хотят платить за то, что происходит в Евросоюзе. Они опасаются за свою собственную экономику, и это окажет, естественно, давление на как экономику Европы, так и на валюту, то есть евро. Что мы знаем о евро? Евро от начала года закрылось минус 3.16 процентов против доллара. Если мы посмотрим на пик от 2018 года, то евро массово пошло вниз, валюта ослабляется, и до паритета один к одному осталось уже немного. Итак, вернемся к евро. Давление на евро оказано, давление будет продолжаться. Если мы поговорим о государственных казначейских облигациях Германии, минус 176 процентов, это мы видим от пика 2018 года. Это еще не конец, ничего не поменялось, негативный фон остается. Что касается европейских банков, на этой неделе отчитываются основные крупные игроки в банковской сфере Европы. Мы еще не видим отражения вируса, отражения вот этого локдауна в отчетности этих банков. Банки к этому готовятся, они формируют резервы. Например, если мы поговорим про Англию, Англия сформировала 6.7 миллиардов фунтов резервов, Испания сформировала 3 миллиарда резервов, Италия 900 миллионов евро. Как вы думаете, что происходит в Германии? Всего полмиллиарда. Германия об этом не беспокоится. Что касается индекса, индекса 600 крупнейших банков Европы, минус 35 процентов от начала года, и катастрофическое падение, то есть капитализация сократилась в два раза с пика 2018 года. Я еще повторюсь, это не конец, это возможно только начало большого пути вниз. Что касается статистики, что мы знаем о статистике? Вчера вышли сантименты по сектору услуг. Что такое услуги? Это 60 процентов от всего ВВП, который формируется в стране. Мы видим продолжение сантиментов промышленности 41.8. Новый показатель. Еще раз напомню, все, что ниже 50, это считается рецессией. Что касается отдельных факторов в этом индексе, я хочу отметить индекс так называемой деловой активности 26, ниже 50. Это исторически было всегда 60, это оранжевая линия, сейчас 26. Это ниже даже уровень 2008 года. Никакой активности в Америке не наблюдается. Что касается торгового баланса в Америке, то сейчас вы в новостях увидите, что баланс сокращается, что эффект вируса негативен, оказывает и прочее, прочее. Я хочу обратить внимание тех, кто не верит в цикличность макроэкономики. Мы видели пик опять сентября 2018 года. Это прослеживается и в промышленности, и в других отраслях, и это прослеживается в торговле. Вот он пик, вот мы сейчас находимся здесь. Мы были уже здесь давно, еще с начала прошлого года темп был негативный. Что касается экономики в мире, то вчера закрылись мы смешанно. Движения сначала росли, потом падали. Что касается отдельных секторов в Америке, то такая же картина, достаточно смешанная. Как вы помните, в конце прошлой недели мы активно росли, в пятницу мы падали, в понедельник мы стали отрастать, во вторник рост продолжается. По облигациям также смешанное движение. Инвесторы начинают покупать более рискованные облигации, начинают выходить из казначейских облигаций, что с моей точки зрения отличная точка для покупок. Что касается валют, также наблюдается смешанное. Доллар находится там же, где он был. Он не теряет своей позиции, несмотря ни на что. По развитым рынкам также минус 11% от начала года. Доллар здесь выступает лидирующим инвестиционным классом. Что касается российского рынка, то вчера рынок вырос в номинированных долларах на 3.13%. Все классы, все сектора росли, росли не быстро. На открытии сегодня мы видим снижение. В ближайшие дни мы ожидаем движения в боковике. Это значит, что не без резких колебаний. Что касается облигаций вчера, облигации областного займа упали на минус 6%. Что нетипичное движение, говорит о настрою в экономике. Что касается рубля, рубль находится в красной зоне. Давление на него продолжает оказываться. Действия центрального банка пока не приносят результатов. Плюс к сегодняшнему дню я хотел поговорить о ETF. Я получил вопросы от своих читателей. Среди них были вопросы по ETF. Что это такое? Зачем он нужен? Давайте кратко это обсудим. ETF это фонд, который следит, который следует за каким-то индикатором. Будь то акции, допустим, американские акции S&P 500, будь то русский русский фонд или немецкий фонд, французский фонд. Это может быть фонд, следующий за облигациями. Это может быть смешанный фонд. Любой фонд на любой вкус. В чем его преимущество? Он торгуется как акция. Это значит, что если вы имеете доступ к бирже, вы можете его купить. Любой, любой ETF. Даже экзотический. Например, медь. Если вы покупаете один фьючерс меди, то он стоит 62 500 долларов. Для этого ваш брокер попросит какую-то маржу. Не весь счет, но маржу. 3-5 тысяч долларов. В то время, как если вы покупаете ETF, то минимальная акция стоит всего 35 долларов. И вы можете сами формировать позицию. Купить одну акцию, сто акций, тысячу акций. И это будет такое же отражение, если у вас, допустим, взгляд медвежий. То есть, вы ставите на то, что цена меди упадет. Вы продаете ETF и ждете, когда он опустится вниз и купите ниже, тогда, когда посчитаете нужным. Что касается основного недостатка. Первое, что ETF, он не всегда один к одному следует за индексом, на который опирается. Второе, он иногда перестает существовать. Такое бывает. Малоликвидные фонды просто перестают существовать. Они закрываются. Проблем в этом нет. Все деньги вам возвращаются, но вы не можете принимать больше участия в этом движении. И второе, за этот ETF надо платить. Есть так называемый expense ratio. Это сколько годовых вы платите за то, что этот фонд у вас есть. Когда вы выбираете ETF, на что нужно обратить внимание? Во-первых, вы обращаете внимание, какой у него трекер. То есть, на что он опирается. Если вы покупаете облигации, то вы хотите знать, какие именно облигации. Это казначейские или это корпоративные облигации, или это может быть мусорные облигации. Или, если вы покупаете нефтянку, вы хотите знать, это акции нефтиных компаний или это нефть. Если нефть, то какая? На это необходимо обратить внимание. Второе, какая валюта у фонда. В основном это доллары. Доллар номинирован, но бывает и в рублях, в евро, фунтах, в юанях, в любых других экзотических. Здесь нужно быть аккуратно, смотреть на какую валюту опирается фонд. Не на какую валюту, а на какой индекс опирается. Если это индекс номинирован в долларах, а вы покупаете фонд в евро, то вы берете на себя валютный риск и об этом нужно подумать. Также нужно посмотреть на ликвидность фонда. Как мы говорили, что фонды с малой ликвидностью закрываются, поэтому если в фонде от 100 миллионов долларов, то его стоит рассматривать. Что касается расходов, какой процент за управление. И также нужно проверять наполнение фонда, что там есть. Вот пример Германии. Здесь мы видим, что стоит он 0,49% годовых завладения. 1,7 миллиардов долларов находится в управлении. И что касается основных держаний, здесь мы видим, какие акции в этом фонде есть. Что 11,45% это САП, это IT. Потом идет Альянс, страховка. Сименс, это промышленность. Байер, это промышленность и медицина. Потом Телеком, Адидас, это циклические акции потребителей. То есть, глядя на вот этот вот коктейль из акций, вы можете примерно оценить, где находится этот ETF. То есть, он больше подвижен к циклическим колебаниям или защитный. Исходя из этого, у вас формируется понимание, как будет вести себя ETF и что с ним делать. Существует огромное количество ETF. В нашей работе мы используем около 500, их гораздо больше. Мы постоянно их анализируем, апдейтим, смотрим. На мой взгляд, ETF это одно из самых лучших изобретений последних двадцатилетий. Дает невероятную гибкость, универсальность, подхода. Вам не нужно пересчитывать ваши риски. Вы всегда знаете, какая минимальная цена входа. То есть, это акция. И пересчитывать, исходя из этого, ваш портфель достаточно быстро. Можно его перетрицать, перекупать, продавать. Поэтому я всем рекомендую использовать ETF. Спасибо большое за внимание. С вами был Антон. Берегите ваши деньги.